Доброго всем! Сегодня мы расскажем о подрезке поршней по высоте и о подрезке в выборке в поршнях под тарелки клапанов, так называемые цикловки. В данном случае это будут поршни двигателя ОМ611. Дело в том, что двигатель был конкретно перегрет и во время фрезеровки привалочной плоскости фрезеровщик вынужденно снял аж 7 десяток, настолько кривой он был. В данной ситуации мотористы сделали контрольный промер и решили подрезать поршни, соответственно проточки, на эти самые 7 десяток. Делаем мы это на координатно-расточном станке. Предварительно токарь Виталий изготовил своему коллеге и тезке оправку под поршень. Виталий закрепил эту оправку на глобусном столе и понятное дело, что вывел горизонт поршня. Затем наклонили поршень и вывели горизонт проточек. Ставим резец, выставляем его по диаметру. Крепим на станок приспособление для индикатора. При помощи этого приспособления мы сможем четко контролировать глубину реза. Делаем касание и подаем резец за несколько заходов до требуемой величины. То есть добавляем те самые 7 десяток. Подобным же образом поступаем и со всеми остальными поршнями. И вот здесь нас ожидал сюрприз. Когда Виталий настраивал резец под проточку, он естественно снял межосевые координаты проточек под тарелки клапанок. Слово говоря, поршень клиент приобрел новые. Визуально можно показать проблему штангенциркулем. Размер проточек этого нормального поршня одинаковые. А вот на одном поршне одна проточка была сделана меньше, чем на остальном. К сожалению, проверить мы не можем упёрся бы или нет клапан в этом месте в поршень, если бы поставили данный поршень без нашей корректировки по проточке. Мы, конечно же, выполнили проточку, как и на всех остальных поршнях, на требуемый размер. Итак, углубили проточки на всех поршнях и приступаем к планированию самой плоскости поршня. Крепим поршень, выставляем его по уровню и снимаем заветные 70. И вот результат нашей работы. А на этом всё. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить и без аварийных вам поездок. Продолжение следует...